Воронежская область По информации регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки еще 314 жителей Воронежской области заболели ковидом. С начала пандемии коронавирус был диагностирован более чем у 30,5 тысяч жителей региона. За последние 24 часа от вируса умерли 14 человек, и общее число летальных случаев достигло 670. Общее число выздоровевших в Воронежской области достигло 29 140 человек, в том числе 589 пациентов за минувшие сутки. Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета профессор Сергей Нитесов в интервью Ленте РУ сообщил, что COVID-19 объединил особенности, которые раньше по отдельности встречались у ряда других вирусов, и потеря обоняния не может являться специфическим симптомом коронавируса, поскольку этим свойством обладают не менее 20 вирусов, попадающих в организм через нос. Президент России Владимир Путин предложил поощрять студентов, которые участвуют в борьбе с коронавирусом, дополнительными выплатами, пишет РИА Новости. Для студентов медвузов, ординаторов и аспирантов выплата составит 10 тысяч рублей в месяц, а для студентов медучилищ – 7 тысяч в месяц. Егор Китаев, 41-й канал. В областной думе прошло совещание по вопросам развития городских дорог. В начале 2021 года на улицы столицы региона выйдут 130 новых автобусов большой вместимости, полученных в лизинг на льготных условиях. Взамен Министерства транспорта потребовало обустройство 30 километров специально выделенной полосы. В совещании приняли участие областные депутаты от городских территорий, представители мэрии и дорожной отрасли региона. Задачу обсуждали совсем непростую – как выполнить требования Минтранспорта и при этом не навредить дорожному движению. Председатель облдумы Владимир Нетесов отметил, что при организации новой транспортной сети должны также учитываться мнения и пожелания граждан. Главный дорожный объект 2021 года – Остужевская развязка на Ленинском проспекте. Сейчас здесь постоянно собираются пробки, и о дальнейшем развитии города без нового транспортного узла не может быть и речи. Состояние дорог возле образовательных учреждений также вызывает тревогу и требует изменений. На эти цели в следующем году будет зарезервировано около 50 миллионов рублей. Также, по мнению участников совещания, город-миллионник не может обойтись без расширения программы развития общественного транспорта, которая включает выделенную полосу для него на Северном мосту. И автолюбители должны к этому отнестись с пониманием. Сейчас обсуждаются различные варианты работы выделенной полосы. В частности, для автомобиля могут разрешить ездить по ней по выходным или только в определенные часы. После того, как эти вопросы все будут обсуждены, будет данная полоса работать для того, чтобы все автобусы работали по графику, чтобы они могли, ну, так скажем, с хорошей скоростью, в хорошее время доставить жителей города Воронежа до того или иного объекта. Вот. И чтобы никаких не было для работы общественного транспорта затруднений, это однозначно. Егор Китаев, Сергей Трифонов. По материалам Пресс-службы Воронежской областной думы, 41 канал. На площади Ленина начали установку главного катка города. Первыми на это обратили внимание пользователи социальных сетей, которые разместили фотографии монтажных работ на площади Ленина. Между тем, на последнем заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом глава региона Александр Гусев сообщил, что смягчать ограничения, введенные для сдерживания и распространения инфекций, пока не намерен. Установка началась почти сразу после того, как температура воздуха уверенно опустилась ниже нуля и поступило соответствующее распоряжение сверху. Уже готовы домики для переодевания, медпункты и помещения проката коньков, но выход на лед будет бесплатным. Каток разделят на две зоны. Одна для детей, другая для взрослых. В прошлом году в это время было гораздо теплее, и каток открылся только 27 декабря, а вот коронавируса, наоборот, еще не было даже в Европе. Сегодня только в Воронежской области ежедневно официально заболевает более 300 человек. Правительством региона введены ограничительные меры, чтобы сократить вероятность передачи инфекции от человека к человеку. На фоне этого сооружение площадки для массовых гуляний на площади Ленина аккуратно под окнами областной администрации выглядит несколько странно и вызывающе. Нет, это небезопасно. Много кто болеет, и мне кажется, пока все не переболеют, это будет тяжело. Все закрывается, они только начинают все строить. Все музеи закрыли, а массовые мероприятия довольно-таки почему-то все это без дела стоит. Многие думают иначе. Потому что это здоровье. Потому что все равно мы все в масках. И что будет, того не избежать. Может быть, даже лучше к тому, что мы все переболеем и забудем про эту болезнь. Кто боится, кто дома сидит. Спорт закаляет дух в первую очередь. Ну и спортивно-массовые люди приходят довольные. Поэтому мне как видится в этом только положительные моменты. Тому, кому суждено утонуть, тот не изгорит. Поэтому, если думать об опасности, так же можно вспомнить и про волков, которых в лесу бояться не стоит. Если себя настраивать положительно, то все будет хорошо. Но меры предосторожности необходимо принимать. Соответственно, повязки, мыть руки чаще. Да и вообще умываться надо почаще. Как будет гарантирована безопасность на катке, непонятно. Установку объекта организовал Департамент физкультуры и спорта. Сроки открытия пока неизвестны. В Роспотребнадзоре вопрос об открытии катка на площади Ленина будет решаться в соответствии с текущей санитарно-эпидемиологической обстановкой. А между делом, управление направило запрос в прокуратуру по поводу техной вечеринки в Ивен-холл, которая прогремела 14 ноября. Санитарные врачи, посетившие тусовку, заметили ряд нарушений. К слову, более чем в 20 воронежских заведениях нашли причины для штрафов, сообщили в прислужбе областного правительства со ссылкой на региональный Роспотребнадзор. Одно из самых популярных – несоблюдение правил проведения массовых мероприятий в пандемию коронавируса. Егор Китаев, Александр Панин, 41 канал. Телевизор КВН-49. Конфеты к звездам. Довоенный радиоприемник. Миксер. Метеор. Все эти исторические экспонаты воронежского производства хранятся в музее советской эпохи. Чем еще знаменит Воронеж периода СССР и какие ценные артефакты отечественной промышленности сохранили воронежские создатели галереи, узнала Галина Жукова. Здесь каждый квадратный метр пропитан атмосферой тех лет. Частной коллекцией Владимира Мальцева насчитывается около трех тысяч различных предметов. Среди них немало свидетельств успехов воронежской науке и промышленности. К примеру, наш город входил в тройку городов СССР, лидирующих в отрасли радиоэлектроники. А это, пожалуй, самый старинный экспонат. Довоенный радиоприемник, который выпускался на местном заводе «Электросигнал». Коллектив завода «Электросигнал» послал в США своих представителей, инженеров. Они привезли оттуда схемы и по этим схемам делали вот такие приемники. Еще одно достижение завода «Электросигнал» – телевизор КВН-49. Его выпустили в год смерти Сталина в 1953 году. Это редчайший экспонат. Это телевизор, один из первых телевизоров в советской эпохе, который называется КВН. Не имеет отношения к клубу веселых находчивых, а это начало фамилии тех конструкторов, которые подарили его россиянам. И это линза, которая увеличивает изображение. Но это очень интересный экспонат. Я знаю, что люди просились к соседям, и все приходили смотреть, как будто это было что-то невозможное, чего редкость была невероятная. Украшения выставки – образцы отечественной легкой промышленности. Советская одежда массового производства не отличалась разнообразием форм, расцветок. И зачастую женскую фигуру не только не украшала, но даже уродовала. Надо прямо сказать, что, конечно же, легкой промышленности уделялось отнюдь не первое место в развитии экономики страны. Сейчас я вызову, наверное, бурю таких неприятных ощущений у людей старшего поколения. Но все это, если такое выражение было как-то грубовато, топором рублено, не было изящества, не было какой-то тонкости. Как-то об этом особо не думали. Старались домашние портники или те, кто умел шить, вязать. Вот это было, конечно, очень важно для женщин советского периода. Но в то же время я хочу сказать об одном очень важном моменте. Все было натуральное. Расхожие названия материалов, из которых тогда шили платья, сейчас звучат таинственно и старомодно. Такие ткани, которые были в послевоенные годы, например, крепдышин, лечайшая, просто, я не знаю, невесомая, очень приятная к телу ткань. Крепдышин, крепжоржет, другие разновидности, их было очень много, шифон. Это было настолько приятно к телу и полезно. Сейчас, как модно, сейчас у нас здоровый образ жизни во всем. Это было только так. Воронеж с первопроходцем в моде не был, зато преуспел в освоении космоса. В следующем году исполняется 60 лет, как советский космический корабль с человеком на борту впервые в истории вышел на околоземную орбиту. Зато двигатель ракеты, которую доставила Гагарина в космос, был воронежский. А разработал его Семен Козберг. Ну, Воронеж по праву можно назвать родиной космонавтики. Гагарин сказал, что Козберг пошел. То есть, это как раз Козберг тогда на его двигателе. А когда Козберг погиб, трагически разбился на мосту, на нашем Чернавском, его заменил Конопатов Александр Петрович. И Александр Петрович очень тоже много внес в космическую промышленность. Вот сейчас даже многие военные ракеты летают на двигателях, которые в свое время разрабатывал Александр Медович. На родине космонавтики даже выпускались конфеты с говорящим названием «К звездам». Обратите внимание, это фантики такие. Все космонавты. Ну, и здесь есть наш космонавт, это Константин Феоктистов. Тоже это мы гордимся. И самолеты, конфеты были очень вкусные. В галерее советской эпохи хранятся не просто предметы, а часть истории нашей страны, страницами которой мы можем гордиться. Галина Жукова, Александр Панин, 41 канал. Рамонский район славится не только образцовыми черноземами. Из-за красоты природных ландшафтов его прозвали «Маленькая Швейцария». Здесь находится село Чистая Поляна, всего в 80 километрах от районного центра. Сегодня в селе проживает около 500 человек. Немалая их часть – потомки переселенцев из Землянска. На охрану южных рубежей Воронежской области власти бросили тогда немало сил. На помощь пригласили черкас, переселенцев из Украины. Они охраняли рубежи от крымских татар и активно развивали пушкарское дело. Некоторые пушкари решили обосноваться в Чистой Поляне. Тогда, в 18 веке, здесь было образовано около 20 дворов. Переселенцы из села Землянска переселились в лох, лох чистый, без растительности. Отсюда пошло и название – Чистая Поляна. А первоначально это был хутор в сухом Чистополянском лагу, в котором первые поселенцы жили. С 1879 года наше село получило статус уже села, а не хутора, потому что в этом году была открыта церковь. В школьном музее сохранились две иконы ручной работы 18 века. После войны их вынесли из деревянной церкви сельчане и сохранили у себя до начала 90-х. Затем отдали в музей. Одна из них – двухсторонняя, соединяет в себе два православных лика. Тихон Задонский, с другой стороны – икона Покрова Пресвятой Богородицы. Икона использовалась, вы видите, что она немножечко пострадала от огня. Дело в том, что здесь устанавливалась свечка, и эти иконы выносились во время похорон, когда усопших выносили из дома, поэтому, к сожалению, икона немножечко пострадала. Чистополянский музей образовался во время развала Советского Союза. Ольга Болотова в то время пришла работать учителем истории в сельскую школу. Женщина с детства увлекалась археологией. Первые экспонаты располагались в школьной библиотеке, затем в кабинете истории. Когда места уже не хватало, музей расширили и принесли в бывший актовый зал. Активное участие в его создании принимали и местные жители. Здесь расположилось несколько экспозиций. Одна из них посвящена истории школы. Здесь представлены школьная форма и пионерская атрибутика, парты, за которыми сидели ученики, даже за которыми я училась еще в начальных классах. И вы можете видеть, что у нас даже старинная вот такая вот чернильница. Раньше детишки приходили в школу и использовали для письма вот такую чернильницу, перо и писали. Напротив Бюста Ленина здесь располагается значимая экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне. Даже флакончик от духов, который был рядом с немецкими солдатами, здесь даже сохранился до сих пор еще запах духов того времени. Дети иногда интересуются даже. Легкий запах, но все равно еще есть. До войны здесь проживало около двух тысяч человек. 41-й год забрал на фронт всех, кто мог держать в руках оружие. В селах Чистая Поляна и Трещевка стояли немецкие части. У местных фашисты отнимали дома. Сельчанам приходилось ютиться в землянках, отбирали коров и продукты питания. Пришел голод, который, казалось, никогда не закончится. Как дрожала земля под тяжестью немецких танков, здешние старожилы вспоминают с ужасом. Одна из жительниц вспоминает, что когда, будучи девочкой, она услышала, как идут танки по улице. Вот этот грохот страшный. И было вдвойне страшнее, что даже в печке звенели чугунки друг от друга. Стучали, вот эти вибрации, она говорит, вот этот ужас, вот этот звон этих чугунков в печке, она не может до сих пор забыть, хотя ей уже больше 80 лет. На территории села соорудили немецкий лагерь. За колючей проволокой оказались военнопленные и мирные советские граждане. Часть заключенных использовали для строительства дорог и оборонных укреплений. Пленные работали по 12 часов в сутки. Около полугода на территории Воронежской области фашисты устанавливали новый порядок, основанный на автомате и штыке. Папа был восьмилетним мальчиком и вспоминает, что вот, наверное, самое страшное, всегда хотелось есть. Брат его был чуть постарше, они однажды пошли, ну, хотели подоить свою же корову, хоть немножечко. Немец увидел автоматную очередь, корова тут со страха побежала. А мы вообще упали мертвые, думаем, нас убьют сейчас или не убьют. В сельской церкви основали немецкий госпиталь, там лечили немцев. Рядом было организовано немецкое кладбище. Церковь с годами была разрушена, а кладбище ликвидировали только около 10 лет назад. Провели эксгумацию и отвезли немецких солдат в Курск. Сейчас в Чистой Поляне о военных действиях напоминает мемориал областного значения, созданный в 70-е. Сюда, со всего Рамонского района, привозят останки русских солдат, найденные поисковиками. В послевоенные годы перемены вокруг легли на плечи женщин и детей. В советское время на территории сельского поселения размещались крупные колхозы. В них выращивали ячмень, свеклу, горох и подсолнечник. Активное развитие получило и животноводческое хозяйство. В Чистой Поляне здесь было, наверное, две фермы тоже молочно-товарных, по 400, по-моему, голов, но если вот мне память не изменяет. Был овцеферма, даже как был он не заведующий, назывался старший чабан, он был награжден медалью, сейчас не помню даже какой, но за трудовую доблесть, по-моему, выращивалось, было, по-моему, до 2000 овец. Колхозы объединились в совхоз «Заря», который успешно существовал до начала 90-х. С тех пор преимуществами сельского хозяйства в этих местах пользуются больше века. Только градообразующего предприятия здесь нет. Землю в округе скупили агрохолдинги. Выращивают в основном зерновые. Местное население работает в Землянске и в Воронеже. В центре есть клуб, почта, магазин, детский сад. В общем-то, все для спокойной и размеренной сельской жизни. Елена Цветкова, Валерий Бобкин, 41 канал. А теперь о погоде в Воронеже и Воронежской области. 19 ноября в регионе будет местами ясно, местами облачно с прояснениями. В центральных районах и на северо-западе области пасмурно. Ветер южный и юго-восточный от 2,5 до 4,5 метров в секунду. Температура воздуха в Хохле минус 4 градуса. В Нижнедевицке и Рамоне минус 5. В Острогорске и Росоше минус 6. В Боброве 7 градусов мороза. В Бутурлиновке, Лисках и Семилуках минус 8. В Павловске 10. В Бугучаре минус 11. В Воронеже минус 7 градусов. Ветер южный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Берегите себя. Выходя из дома, не забывайте про варежки и перчатки, а также средства индивидуальной защиты. 19 ноября Православная Церковь чтит память Варлама Хутынского. Он жил в 12 веке в Новгороде и основал Спасо-Преображенский Хутынский монастырь. Также в этот день православные вспоминают епископа Павла Исповедника, который жил в 4 веке в Малой Азии и погиб в Армении. Святой считается небесным покровителем морского корпуса, основанный в день его памяти. Соответствующий указ был подписан внучкой Петра I российской императрицы Елизаветы Петровной в 1755 году. На Руси в народе считалось, что лед, образовавшийся 19 ноября на реке, не растает до самой весны. Именинные 19 ноября празднуют Серафима, Герман, Анатолий, Никита, Виктор, Николай, Арсений, Гавриил, Павел и Василий. И это все на сегодня. Ждем от вас обратной связи. Звоните нам по телефону 206-9406. Пишите по электронному адресу, который видите на экране. Мы также ждем вас на официальном сайте 41-го канала и в наших группах в социальных сетях. Смотрите программу «Воронеж. События. Факты» в телевизионном эфире и в кабельных сетях, а также смотрите онлайн-трансляцию прямого эфира на официальном сайте 41-го канала и на нашем YouTube-канале. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире и всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин